Так, коллеги, всем добрый день. Пятиминутная готовность. Давайте пока проверим звук. Все в порядке. Если меня слышно, видно, огонечки, комментарии. Отлично. Так, буквально тогда пару минут и будем начинать. Коллеги, добрый день. Меня видно, слышно? Да, Денис, прекрасно. Как ты меня слышишь? Все хорошо. Я тогда пока отключаю микрофон. Слушай, ну я, собственно, ждал, наверное, только тебя, поэтому давай начнем. Хорошо. Так, коллеги, да, мы, собственно, начинаем. С стороны компании Апсилот сегодня выступают два спикера. Меня зовут Дмитрий Назаров, я являюсь менеджером отдела продаж и мой коллега Сидоренко Денис, консультант отдела транспортной логистики. У нас мероприятие рассчитано сегодня, ну, ориентировочно на 40 минут. Мы поговорим о комплексной автоматизации процессов управления транспортом и перевозками. Рассмотрим мы эти процессы, ну, со стороны реального кейса компании. На протяжении мероприятия обязательно пишите вопросы в чат. Мы оставим время и подробно на них ответим. Если у кого-то будут проблемы со звуком, то перезайдите на нашу площадку, это должно помочь вам. Собственно, давайте тогда начнем. Ну, коллеги, любая компания, вне зависимости от вида деятельности, ну, которая так или иначе связана с доставкой и управлением автопарком, стремится сделать эту работу максимально эффективной и удобной. Задач здесь достаточно много, и они все разнородные, скажем так. Когда в транспортный отдел поступает заказ, задача логиста правильно его обработать и распределить, а также подобрать транспортное средство или выбрать транспортную компанию с подходящим автопарком. Факторов здесь может быть достаточно много, и это и география доставки, и время доставки, специфические условия транспортировки, ограничения проезда, способы разгрузки транспортного средства. При этом нужно учитывать и пропускную способность самого склада, учитывать его время, погрузки, подачи транспортного средства в нужный РЦ, если их несколько у нас с вами используется, ну, и соответствующие ворота, на какие ворота подать машину. Собственно, если у нас транспортное средство должно загрузиться на нескольких складах, то оптимизировать такой маршрут, ну, без там специализированного инструмента, наверное, практически невозможно, ну, как минимум, очень сложно. Далее по результатам сформированного рейса каким-то образом нужно проинформировать водителя о назначении, детализировать там все индивидуальные условия доставки и проконтролировать, безусловно, ее исполнение. В случае отклонения от графика доставки, ну, просто необходим уже инструмент для оперативного реагирования и принятия каких-то решений. Любая компания, у которой есть потребность регулярной перевозки и доставки, сталкивается со сложностями планирования работы и финансового учета, а как следствие и трудностям документа оборота. Другими словами, если логистический процесс компании не оптимизирован, ну, она просто будет терпеть убытки. Есть, ну, фактически несколько там распространенных проблем такой логистики. Первое – это, безусловно, нерациональное использование транспортных средств, это перепробеги или простой, самая частая проблема на предприятиях с собственным автопарком. Второе – это сложности и потери в коммуникациях. Как правило, без автоматизации перегружается диспетчерский отдел. Стоит вопрос, как эффективно корректировать маршрут доставки в зависимости от загруженности дорог и изменения деталей заказов. Ну и третье – это, каким образом в реальном времени информировать диспетчера прохождение каждой точки на маршруте, времени прибытия на точку, отправлять там фотографии бракованного товара, не дай бог, и сопроводительных документов. Ну а также, каким образом своевременно проинформировать клиенту о доставке. Все это фактически неизбежно ведет к снижению качества сервиса, а значит, оборота и дохода компании. Единственный выход из этой ситуации, ну, разумеется, автоматизация. В первую очередь автоматизация позволит избавиться от ошибок, вызванных человеческим фактором. Например, ошибка в классификации груза может привести к тому, что за перевозку придется заплатить дважды. Автоматизация транспортной логистики дает возможность более гибко управлять расходами, ну и, как следствие, сокращать затраты на эту логистику. Функционал же уже современной ТМС-системы поможет улучшить сервис доставки благодаря автоматическому отслеживанию этих транспортных средств. Клиент будет всегда в курсе, когда товар будет на месте назначения. Расходы на систему в перспективе окажутся, ну, ниже, чем убытки от недовольного заказчика. К тому же современная система должна быть совместима и с уже используемыми системами внутри компании. Ну и предусматривать возможность там новых интеграций, служить фундаментом для непрерывного развития. В конечном итоге автоматизация должна, ну, как минимум позволить либо сохранить на должном уровне качество сервиса доставки, либо его улучшить. В этом у нас убедились множество наших заказчиков. И вот сегодня мы как раз-таки хотели бы более подробно рассмотреть на примере один из наших кейсов. Денис, передаю тогда тебе слово. Давай расскажем. Да, спасибо, Дмитрий. А сейчас поговорим о возможных трудностях и методах их решений, которые могут возникать при внедрении. Рассмотрим кейс на примере крупного поставщика электротехники. Что же мы понимаем под трудностями? Это нестандартный процесс. В России нет единых стандартов управления перевозками, а зачастую у каждой компании процесс уникальный. Уникальность процесса заказчика напрямую связана с его масштабами на рынке, направлениями доставки, особенностью склада и особенностью работы с перевозчиком. Также немаловажную роль играют особенности взаимодействия между структурными подразделениями в компании. А при большом количестве клиентов для компании важен персонализированный подход к каждому клиенту и сервисные функции. Рассматривая кейс реализованного проекта, важно отметить, заказчиком являлся крупный поставщик электротехники, который осуществлял доставки по всей территории России. Объектом же автоматизации являлись одновременно два больших логистических центра, осуществляющие перевозки по центральной части России. Около тысячи заявок в день обрабатывали два логистических центра. Около 160 до 230 рейсов в день и более тысячи точек доставок в день. Есть доставки со складов напрямую к клиенту, есть с применением цепи поставки, а также прямые доставки от поставщика к клиенту и также возможность применения мультимодальных схем. Виды же перевозок – это межрегиональные и внутригородские перевозки. Какие же функции были автоматизированы? Автоматизация процессов управления перевозками, назначение транспортных средств и водителей на рейсы, исполнение рейсов с помощью мобильного клиента, интеграция с внешними системами. Функционал каждого модуля может быть нарощен в процессе эксплуатации системы. Данные одного модуля могут перетекать в процессы другого. С учетом таких модификаций система становится зрелой, а сами процессы легко управляются. Далее рассмотрим более подробно функциональные особенности данного кейса. Пойдем по порядку. Начнем с интеграции. На проекте была реализована интеграция с корпоративной системой, которая разработана не на платформе 1С. Согласитесь, в этом тоже могут быть возможные трудности. Как соединить абсолютно два разных продукта? В этом пришла на помощь шина данных, Datorion ESB. В шине были настроены файловый коннектор, который забирал файл с FTP сервера, и согласно настроенным маршрутам внутри шины, передавал данные в TMS. Для получения товарного состава использовался API-запрос. Также была настроена и обратная интеграция для получения статусов заявок и важных реквизитов, которые могли корректироваться логистом при обработке заявки. Также была настроена передача сформированных площадок. Любой процесс планирования перевозок начинается с обработки потребностей на перевозку. В TMS этот документ называется «Заявка на перевозку груза». Все необходимые реквизиты для планирования поступают из корпоративной системы в документ «Заявка на перевозку груза» посредством интеграции. Правильная обработка потребностей на перевозку напрямую влияет на качество маршрутизации и стоимость доставки. В каждой компании свои особенности обработки заявки. Это время обработки заказа. От этого зависит, успеет ли склад собрать и подготовить груз к утренней или вечерней доставке. Существуют также свои особенности по обработке заказов крупногабаритным грузом, а также местом и правилами его погрузки на столе. Также необходимо учитывать графики работы складских ворот для проведения погруза разгрузочных работ, а также мощности ресурса. Учитывать индивидуальные особенности клиента. А что делать логисту, когда утренний заказ необходимо по каким-то причинам обработать вечером. Изъявить, через какой склад на данный момент выгоднее доставить груз на основании стоимости доставки и мощности склада. Логист у нас получается ключевым сотрудником в принятии решений. А зачастую опыт, на который опирается логист, это пометки на экране монитора, это различные регламентные документы, которые в почте или напечатаны на бумаге, это личные записи сотрудника в ежедневнике. Бывает так, что сотрудник уходит в отпуск, уходит на больничный или того хуже увольняется. И для компании потеря ключевого сотрудника неприятным образом сказывается на работе всего подразделения и компании в целом. ТМС-система позволяет сформировать все правила и методы обработки потребностей, гибко настраивать их и применять. И теперь даже потеря ключевого сотрудника кажется не такой уж и большой проблемой. Особенностью объектов автоматизации заказчика являлось наличие специально отведенных мест на складе. Номер склада отгрузки. Система автоматически определяла номер склада отгрузки в зависимости от установленной схемы доставки, времени обработки заявки. Но даже если груз доставлялся напрямую к клиенту, система проверяла логиста, а установил ли он необходимый номер склада и не давала провести документ без обязательно заполненных реквизитов. Давайте перейдем в систему и более подробно и наглядно посмотрим, как же выглядит документ заявка на перевозку груза. Мы находимся в документе «Заявка на перевозку груза», где собраны все необходимые реквизиты, которые поступают к нам, как я говорил ранее, путем интеграции. Здесь мы видим необходимую цепь поставки, которую логист может выбрать или убрать. Здесь мы видим адреса и зоны отправлений, на основании которых подбираются данные мультимодальные схемы, а также всю необходимую контактную информацию по заказчику, отправителю и получателю. В системе были реализованы поля для ввода комментариев. Поле примечания, в котором менеджер может передавать логисту такую информацию, как оформление дополнительных документов по доставке или сообщения об особенностях для допланирования данного заказа. Для водителей поле комментарий к погрузке позволяет выводить дополнительную информацию к погрузке для оптимизации процесса или для отображения особенностей, связанных с документами или грузом. Комментарий к разгрузке позволяет отобразить особенности подъезда к клиенту или необходимости звонка клиенту за определенное время до прибытия. Информация из этих реквизитов напрямую транслируется в мобильный клиент и печатную форму маршрутного листа. Все это позволяет оптимизировать время выполнения погруза разгрузочных работ. Сократить время по рейсу и снизить количество ошибок водителя и обеспечить индивидуальный подход каждому клиенту. Перейдем к следующему слайду. Унификация обработки потребностей вне зависимости от направления перевозки позволяет сократить время на обработку таких потребностей. Важно отметить исключение человеческого фактора за счет автоматизации такого процесса. Экономизма в подсветке данных отклонений от стандартного процесса, выполняемых пользователем. Ну и, конечно, это упрощение взаимодействия сотрудников и прозрачность их действий. Как упоминалось ранее, у заказчика большое количество вариантов схем доставок. Один и тот же груз может поехать через разные перевалочные пункты. Все зависит от времени обработки заявки клиента, загруженности того или иного склада. На слайде представлены виды схем доставок. Посмотрите, какое большое их количество. Перемещение между складами могут совмещать с крупногабаритным грузом. Грузом, который поедет напрямую до клиента. Иногда сроки и объем заказа требуют прямую доставку от поставщика клиенту. На основании стоимости доставки и особенностей клиента иногда выгоднее применить поэтапную доставку или альтернативные склады. Все много. Иногда устаешь об этом рассказывать, а пользователь выполняет это ежедневно. Вот это уже заложено в ТМС и упрощает методы обработки данных и принятие решения логисту. Консолидация всех методов и правил является первым шагом к автоматическому решению задачи движения. Интересное решение и удобное. Позволяет снизить трудозатраты логиста. Это автоматизация планирования первого плеча доставки, а именно выполнение первого плеча по заявке с помощью статичного планирования. В ТМС заведены расписания для каждого периодического рейса и система планирует такие маршруты автоматически, без участия логиста. После того, как логист переводит заявку к выполнению, система автоматически добавляет данную заявку в периодический рейс. И хотелось обратить особое внимание на одну доработку, которая позволила усовершенствовать процесс автоматизации мультимодальных перевозок. Это автоматическое добавление заказов в статичные маршруты. Для каждого рейса устанавливаются свои определенные сценарии допланирования, по которым система автоматически добавляет заказы в статичные маршруты, если того позволяет вместимость транспорта. Сейчас хотелось бы перейти к системе для демонстрации данного функционала. Как мы видим, на форуме представлен список заявок на перевозку груза, которые обрабатывает логист. Данные заказы у нас могут доставляться как по цепи поставки, так и напрямую к клиенту. Система автоматически формирует задания на перевозку груза и включает подходящее задание в периодические рейсы. Так как у нас в компании запрещены на сервере регламентные фоновые операции, сейчас я произведу действие, которое позволит включить задание в рейсы автоматически. Но в жизни это происходит в режиме реального времени, без каких-либо действий логиста. На это потребуется несколько секунд, поэтому прошу подождать. Мы запустили и выполнили регламентные задания. Сейчас постепенно будут формироваться наши периодические рейсы. Сейчас в режиме реального времени вы видите, как система автоматически формирует и включает заказы в периодические рейсы. Вот в колонке статус документа вы можете наблюдать, как постепенно включаются в рейсы задания. Единственное, ключевой момент, что вот это фоновое задание, оно будет автоматически выполняться. То есть сейчас мы запустили вручную из-за наших ограничений. Но в реальности такого не будет. Это все будет происходить автоматически. Да, Дмитрий, все верно. Это, конечно, связано с ограничениями в компании, но это все будет происходить в режиме реального времени, как только логист нажмет на кнопку в заявке. И, как вы видите, на экране у нас появились два периодических рейса, в которые были включены наши задания. Эти рейсы соответствуют первому плечу перевозки, перемещения с РЦ на склад. И хотелось бы продемонстрировать функцию допланирования в периодические рейсы. Как я говорил ранее, для каждого расписания, для каждого периодического рейса настраиваются определенные сценарии включения заявок в такие рейсы. Логисту только требуется после того, как необходимо принять решение, что мы можем допланировать какие-либо заявки в груз, выполнить команду, допланировать в периодические рейсы. Система автоматически на основании отборов проверит все подходящие заявки и включит их в статичные маршруты. Система выдает, что планирование выполнено успешно. Хочу обратить внимание, что у нас были настроены отборы таким образом, что у нас получилось сформировать еще один дополнительный рейс. И в самом документе рейс добавились задания, которые удовлетворяют условиям отбора. Как выглядел процесс планирования раньше? Заказы компоновались по массе и объему на конкретные транспортные средства и доставлялись в определенную зону. В зависимости от особенностей клиента, возможно было заказать отдельное транспортное средство для доставки. Что же было неудобно в данном процессе? Планирование выполнялось на конкретные транспортные средства, исходя из опыта логиста, а только вечером начинался процесс согласования транспортных средств с перевозчиком. Иногда бывало так, что приходилось перепланировать большое количество рейсов, так как транспортные средства были недоступны на момент планирования. А как же сейчас выглядит процесс планирования? Система позволила учитывать не только весогабаритные характеристики груза и контролировать его вместимость в машину, но и планировать с учетом дополнительных ограничений, таких как ограниченные ресурсы адресов с различными графиками работы, учет времени погрузки для типов ТС в зависимости от ресурса склада, учет временных окон по заявкам, использование дополнительных ограничений для типов ТС на проезд через зону и ТС и ограничения на максимальное количество точек в рейсе для различных типов ТС. До внедрения ТМС диспетчеру приходилось в 7 утра всегда быть на связи. Такие вопросы решались по телефону, все связанные с исполнением рейса. А сейчас диспетчера могут вздохнуть свободно, потому что ТМС позволило упростить процесс контроля исполнения рейса. Какие же методы исполнения рейсов существуют? Первое. Автоматическое закрытие рейсов плановыми датами и временем по рейсу. Данный метод применим, когда не используется телеметрия и не требуется обработка отклонений от планового маршрута. Второе. Телеметрия в априори должна использоваться на собственном транспорте. А что может быть для наемного? Подключение к трекерам перевозчика, чтобы отслеживать факт прохождения КПП, время нахождения на территории склада, фактический трек по рейсу и отклонения от планового маршрута. Возможно настроить несколько сценариев обработки событий мониторинга в зависимости от конкретного перевозчика. Но для пользователя процесс обработки событий мониторинга будет унифицирован. Или более простой вариант. Это Android клиент, который позволяет исполнять рейсы с помощью нескольких простых действий на мобильном телефоне водителя. Мобильный клиент позволяет иметь всю необходимую информацию в быстром доступе под рукой у водителя. Такую, как контактные лица на точках клиентов, комментарии, о которых я говорил ранее, это комментарии к погрузке, к разгрузке, и при необходимости, не закрывая приложение, иметь непосредственную связь с диспетчером через мобильный чат. Третий вариант – это реализация опции автоматическое закрытие периодических рейсов с помощью регламентных заданий. Тем самым получается, что часть рейсов в плане выполняется автоматически. Также существует вариант исполнения рейсов – это закрытие рейсов через рабочее место контроля исполнения рейсов. У логиста есть удобное рабочее место, где он может оперативно работать с текущими рейсами и обрабатывать отклонения при необходимости. Сейчас перейду в систему для демонстрации некоторых процессов. Как я говорил ранее, у нас в ТМС имеется рабочее место по контролю исполнения рейсов. Здесь логист отображает дату работы с рейсами. Сегодня у нас 19.07. Отображаются все текущие рейсы в различных статусах – выполняется, выполнен или к выполнению. Как я говорил ранее, логист может обрабатывать какие-либо отклонения по маршруту с помощью раздела «Исполнение рейса по каждой точке маршрута», вводить фактическое время прибытия, начало работ, убытия, фиксировать проблемы, возникающие на точках при разгрузке или погрузке, а также функционал по групповому закрытию рейсов, когда не требуется обработка каких-либо отклонений. Для этого логисту необходимо выделить просто несколько рейсов и выполнить всего лишь одну команду – закрыть рейсы. Система в автоматическом режиме формирует прохождение точек, фиксирует фактическое время по рейсам, равное планам времени, и завершает рейс. Вернемся к презентации и перейдем к заключительному слайду моей презентации, но не менее важному. У нас все слайды важные, Денис. Вопрос тарификации всегда остро стоит при большом количестве перевозчиков и наемных транспортных средствах. С какой же сложностью пришлось столкнуться при автоматизации? У каждого перевозчика своя специфика в тарифах. А тарифы сложные, необходимо учитывать большое множество деталей. Например, минимальное количество точек в зонах. Для каждой зоны этот показатель собственный. Удаленность зоны, например, коэффициенты при въезде зоны, пробеги, круговые пробеги, проезд через зону без выполнения погруза-разгрузочных работ и так далее. Для расчета... А теперь задумаемся просто, какую грандиозную работу выполняют наши логисты на ежедневной основе по расчету плановых и фактических расходов. Для расчета плановых расходов необходимо открыть карту, рассчитать пробеги, далее открыть файл в Excel или того хуже, записать всю информацию на бумажке, посмотреть информацию по ставкам, дополнительным условиям и стоимости, все сосчитать и внести в различные документы или системы. А далее начинается аналогичный процесс по расчету фактических расходов. И опять, карты, таблички, бумажки, цифрование, уточнение. И я уже устал перечислять, а вы, наверное, слушайте. Конечно, у многих уже есть подготовленные заранее таблицы и формулы. Или же мы просто оплачиваем счета перевозчика. Но никто не застрахован от недобросовестных подрядчиков. ТМС позволяет настроить индивидуальные тарифы для каждого перевозчика с учетом особенностей тарификации или привести к единым стандартам тарификации и выполнять расчет маршрутов моментально. Переключусь обратно в систему и покажу, как быстро можно выполнять расчет плановых расходов по рейсу. Опять же, хочу остановиться на том, что ограничения компании не позволяют использовать регламентное задание. И это все будет в режиме реального времени происходить в системе у заказчика без каких-либо действий со стороны логиста. На основании типа транспорта, перевозчика, маршрута по рейсу у нас формируется статья расходов и происходит расчет плановой стоимости по рейсу. Как я говорил, система учитывает большое количество различных показателей. И эти показатели могут отличаться от плановой стоимости и после выполнения рейса совсем мы можем получить другую стоимость фактического рейса. Поэтому система выполняет все эти действия автоматически. Коллеги, у меня все на сегодня. Ваши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.